Не секрет, что на погоду и самочувствие людей большое влияние оказывает экология. Решение этой проблемы сейчас уделяет особое внимание, в том числе и в нашем регионе. В Иркутской области регулярно проводят конкурсы, кинофестивали, творческие соревнования на тему защиты природы. Одно из таких мероприятий прошло накануне. Фестиваль «Байкальский калейдоскоп» собрал школьников со всего региона. Вообще я частенько шагаю в ходы. Не пить и курить, пить почти в свои годы. На борте спускаюсь со снежной горы и делаю ходки реки Ангары. Выглядят как настоящие дикари, хотя на самом деле это обычные школьники из поселка Иркутского района «Большая речка». Сегодня ребята в образе, чтобы показать, как нельзя отдыхать на природе. Эта команда – участник экологического фестиваля «Байкальский калейдоскоп». Школьники живут на самом берегу озера, поэтому проблемы, которые порой создают туристы, знают хорошо. Нужно меньше туда пускать туристов, которые ведут себя неподобающе. И побольше устраивают таких мероприятий, которые на сохранение природы и помощь Байкалу. Фестивалю «Байкальский калейдоскоп» уже три года. Сначала он был районного масштаба, теперь же получил статус областного. Экологический энтузиазм школьников поддержала крупнейшая в России компания в сфере энергетики, металлургии и горно-рудной промышленности «Н плюс групп». В этом году она особенно активно участвует в продвижении проектов, направленных на защиту природы. В начале года мы запустили второй проект «Школа экологического предпринимательства», который ориентирован на молодежь, на выпускников школ, СУЗов. И вот сегодня, продолжая эту цепочку, мы открываем фестиваль детского творчества, потому что дети – это будущее Байкальска и будущее нашей страны. И сегодня на фестивале мы также вручим призы, специальные номинации от «Н плюс». Всего на фестивале шесть номинаций. На конкурс школьники представили свои рисунки, песни, танцы, театральные сценки и экологические проекты. Причем ни одна команда не ушла без подарков. В прошлом году у нас участвовало всего лишь восемь команд. В этом году у нас уже представителей стало больше – 12 команд. И у нас к нам присоединились из отдаленных районов. Это из Ташетского района, Усть-Кутского района, Тулунского района, Чемховского, ну и ближайший Ольхонский район. С каждым годом организаторы будут расширять географию участников, чтобы как можно больше ребят понимало, как важно сохранить чистоту Байкала. Ведь именно им жить на берегах озера, которое должно и дальше оставаться жемчужиной не только нашего региона, но и всей России. Надежда Казакова, Андрей Назаров. Новости по будням. Новости по будням. Новости по будням. Новости по будням.